МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давай, пойдем запускать наши вертушки. Ну что ж, подруги, у нас тут уже дни как-то в один, в общем-то, превратились. Я уже не понимаю, какой день. Собственно, третьи сутки у Рэма высокая температура. У него круглые сутки ползет все к 39,5-39,7. Тяжком, конечно, ее переносит. В первый день, когда только температура у него поднялась, его жутко-жутко вырвало. То есть ребенок просто был никакой. И, собственно, с того момента все, круглые сутки мы эту температуру сбиваем. Приехал к нам педиатр из Балтмеда и посмотрела ребенка. Мы сдали ПЦР, сдала я и сдал РЭМ. Арс уже не сдавал, потому что экспресс-тест у него, естественно, позитивный. И, понятное дело, по всем симптомам, что человек болеет. В общем, до сих пор мы ждем наши ПЦР-тесты, вернее, результаты этих тестов. И, ну, я уже прям начинаю злиться и нервничать. Понятное дело, что сейчас все болеют. И очень много пациентов, которые сдают тесты. И поэтому, собственно, ждать нужно намного дольше. Короче, ждем. Сегодня, надеюсь, они придут. Сейчас, повторно, к нам приедет педиатр, потому что РЭМ начал уже покашливать. У него появились прям сопли и, короче, все дела. Да, скажи? Ну? Тихо надо, маме. Я мешаю вам играть. Извини. Грантик у нас держится молодцом. Да, скажи? Ты самый у нас стойкий. Даже мать немножечко плывет. У меня, в общем, есть некие симптомы. Я думаю, что у меня тоже будет позитивный. И, короче, будем смотреть. Все, конечно же, зависит от результатов. Но пока держимся. Сильно, конечно, переживай за детей, потому что, ну, РЭМ, правда, очень тяжело переносит температуру. И ночью приходится каждые шесть часов снова давать ему жаропонижающее и проверять эту температуру. Ну, давай считать. Папа будет считать. Смотри. Ты пошел грузовики считать? Раз. Два. Два грузовика. Два грузовика. И машинка. Три машинка. Четыре. Сейчас, к слову говоря, у него 37 с половиной. Человек жив и активен. Ну вот, молодец. Молодец. Ну так, давай вертушки запускать. Да, давай. Так, давай посмотрим, сколько у нас с тобой поместится. Ты все еще... Маме тихо надо быть? Да или нет? Хорошо, я молчу. Давай, папа. Давай посчитай, сколько у нас вертушечек поместится. Давай, посмотри. Давай, считай. Скажи, я хочу запускать. Я буду запускать. А, ну понятно, грузовики привезли. Значит, все, будем складывать грузовики. Ладно. Короче, за малышей жутко я переживаю, особенно за этого человека. И, понятное дело, что Рэм, правда, плохо себя чувствует. И я тоже на нервах из-за того, что он так переносит все это дело. И получается, что из всех нас легче всего переносят взрослые. Хотя обычно должно быть наоборот. Да, ребенок? Но этот ребенок еще вроде бы ничего. Хотя у него там и чихов побольше, почаще. И сопельки вроде какие-то прозрачные появляются. Ну, короче, пока я надеюсь, что так и, может быть, этим все и обойдется в случае Гранте. В случае Рэма мы все еще ждем, когда эта температура спадет. И когда ему станет легче. Ну, а всем остальным все ждем педиатра. И посмотрим, что она скажет. Мы хотим, чтобы она его послушала. Поскольку она сказала, если появится кашель, сопли и прочее, тогда нужно его послушать и посмотреть, чтобы обструкции не было. Так что это наша задача сейчас. И, конечно же, ПЦР-тесты. Ждем результат. Доктор сказала, что разделять детей нет никакого смысла, потому что все уже в очень тесном контакте. Маски носить тоже в доме нет никакого смысла. Пустая трата времени. Поэтому единственное, что мы будем разделять малышей, Арс останется и будет ночевать с Рэмом. А я, естественно, с Грантиком. То есть у нас с ним ничего не меняется. Ночное кормление остается в силе. Следовательно, мы с Грантиком будем вдвоем. Эй, привет, кто проснулся. Дневной сон первый поспал, да? Поспал. И тут уже готов быть недовольным, да? Потому что давайте обращайте на меня внимание скорее. Сейчас дам тебе игрушку. Погоди, котенок, сейчас дам тебе игрушку. Только что проводили нашего педиатра. Так, сейчас возьмем игрушку. Проводили педиатра. Она осмотрела Рэма. И, в общем, хорошие новости в том, что у нас обструкции никаких нет. То есть легкие чистые, горлышко чистое. Ну вот, давай буду с тобой тут сидеть, чтобы ты не плакал. Так, нет, все-таки человеку надо было на ручки. Взяла на ручки, чтобы не плакал. Короче, у Рэма, значит, у нас обструкции никакой нет. Это легкие чистые, шумов никаких нет. По задней стенке стекают у нас сопли. Но это нормальная жизнь и течение жизни соплей. Поэтому пока с этим ничего не делаем. Если появится сухой кашель, такой гавкающий звук, то будем вызывать снова педиатра слушать и, скорее всего, добавлять ингаляции. Но это будет означать, что вероятнее всего обструкция. Но пока все окей. Хорошая новость в том, что вот сейчас уже первый час, и у него до сих пор не поднялась его адская температура. Да, зайка? Да, ну вот, это момент крема. Закрывай, закрывай, на маечку попало. Это мы почистим. В общем, у нас до сих пор не поднялась его жуткая температура. И это очень хорошо. То есть есть шанс, что все-таки третьи сутки вот такого активного протекания ковида и симптомов уже, ну, как бы все пойдет на спад. Так, Грандович мне тут блеванул. Ну ладно, это тоже нормально. Будем надеяться, что это просто вот третьи сутки нормального течения вирусной инфекции, ковида. И это означает, что ребенок пойдет на поправку, и все будет уже лучше. Нет, зайка, туда не запихивай грязные. Там только чистенькие. Это забирай, это в мусорник. Пойди выброси в мусорник грязные салфетки. Ладно? В мусорник? Нет, это в мусорник нужно выбросить. Выбросишь в мусорник, пожалуйста, на кухне? Сходи, будь добр. Спасибо. Беги, беги. Выброси и приходи к маме. Ну а что касается Гранта, есть, конечно, шанс, что он не заболеет. Симптомов таких серьезных у него до сих пор нет. Он чувствует себя хорошо, ест хорошо, спит хорошо, вес набирает в своей привычной норме. И, собственно, пока вроде бы все ровно. Единственное, что у него появилось, это чуть-чуть прозрачных соплей, но это даже, ну не знаю, по объему вообще ни о чем. Поэтому пока я по этому поводу волноваться не буду. И будем надеяться, что он не заболеет через день-два. Что все-таки может быть с моими антителами от прививки. И если я болею дополнительными естественными антителами, которые сейчас в моем организме, и с молоком они, конечно же, малышу поступают. Иммуноглобалин то ли А, то ли М. Ну, в общем, по-моему, А был. Короче, ребенок получает, и я буду надеяться, что все-таки так эта система работает, и более мы не будем сталкиваться с высокой температурой. Ну, тем более у Грантика. Да, малыш? Да, скажи? Да. Если мы улыбаемся, то все хорошо. Подруги, помните, да? Мою историю про фитолампу, про мои растения и про рассаду на подоконниках. Смотрите, что я обнаружила. Там живет моя конкурентка. Она, очевидно, занимается рассадой, и у нее, очевидно, агрегат там посерьезнее моего. Красное свечение, двойная лампа. Но, блин, что она там выращивает при помощи этого прожектора? Надо бы изучить вопрос. Подруги, сейчас уже 3 часа дня. Рэм спит, и, слава богу, пошел спать без температуры. Третьи сутки все-таки мы победили, и температура более не поднималась, и уже 6 часов утра мы больше жаропонижающей ребенку не давали, и это очень-очень круто. Понятное дело, с точки зрения врача, педиатра, и, в принципе, протекание болезни с точки зрения медицины у нас все супер, по норме, и можно сказать, что, да, действительно, у маленьких детей все это дело протекает достаточно легко. Но для нас, конечно, если вот сравнить то, как болеет Арс, как у меня симптомы протекают, то хуже всех из нас это, конечно же, досталось, больше всего досталось Рэму, потому что мне, как маме, понятное дело, очень тяжело наблюдать со своим ребенком, который так мучается. И вчера, кстати, у нас был самый, наверное, тяжелый день, потому что вчера он с трудом уходил спать днем, у него появилась заложенность носа, у него по задней стенке вот все это уже рассказывало, течет, и он абсолютно никак не мог уснуть. Он просыпался, каждый там 15 минут плакал. По итогу я заходила к нему в комнату, кормила Гранта в тот момент, но со всей подушкой для кормления, с Грантиком мы заходили к нему в комнату, просто сидели все втроем, рядышком и помогали ему засыпать. Вечером то же самое, очень тяжело он ходил, конечно же, спать. Несмотря на то, что высокая температура, он был сильно уставший, измотанный уже, он просыпался, правда, каждые какие-то 15 минут, плакал жутко, он не мог дышать, у него во рту соска, слюни, сопли, нос заложен, дышать не может, соска тем более дышать не может. Он бесится, плачет, и, конечно же, ему было очень-очень тяжело, но позитивный момент, если его можно вообще в этом вопросе найти, что мы ему объяснили, что сосочка сильно мешает, и, в принципе, пора, наверное, от нее отказываться, и будет лучше, если Рэм будет засыпать без соски. Он просил себя в ручку ее держать, но мы предложили ему игрушечку, Мишку, и сказали, что давай, Рэм будет спать без сосочки, тебе так будет легче уснуть, и, в принципе, она тебе больше не нужна, поэтому вчера мы уложили его без соски. Сейчас днем мы его укладывали без соски, но вот он проснулся, Арс снова укладывает, и соску мы ему давать сейчас тоже не будем. Да и действительно, он сам понимает, что дышать ему легче без этой соски, потому что рот свободен, и, ну, пока ты простывший, это все слишком тяжело, и, в общем, надо как-то от нее избавляться. Также хорошая новость, наверное, это не только что у Грантика нет никаких симптомов, он за последние две недели набрал достаточно хороший вес, специалист по лактации наша довольна, я отправила ей результат. Сейчас мы уже весим 6,470, это очень здорово, ну, и параллельно, конечно же, я тут сцеживаюсь, не знаю, слышно вам или нет, но, в общем, я сцеживаю сейчас молочко, которое либо скормить ему ночью, его первое ночное кормление, чтобы он просто больше съел, чтобы я видела, сколько он съедает, или, если он будет сыт, отправить это молочко в наш банк, на заморозку, и предложить это молоко ему чуть-чуть позже. Да, малыш? В общем, еще ПЦР-тесты мы ждем, они до сих пор не пришли, поэтому надеюсь, что сегодня мы их получим, и результат я вам озвучу. Ну, а пока безуспешно, нет у нас ПЦР-тестов, точнее их результатов, и мы не знаем, да? Ну, точнее сказать, знаем, но вот с точки зрения тестов у нас подтверждений пока нет, того, что наш ковид тут нас проботил. Ты, грандометик, у меня молодец. Ты, наверное, своими пузыриками, как настоящий грандометик, всю верусню я тебя и отбиваешь, да? Ладно, подруги, что-то Рэн там поднывает, плачет, ему тяжело видно, он меня требует, пойду его уложу и помогу ребенку засыпать. Все, увидимся позже. Эй, ты проснулся? У нас этот дневной сон был супер открытым окном. Ой, холодно? Ой, подруги, у нас плохие новости. Дневной сон мы поспали, и у нас снова 39. Котенышек все-таки... Давай, поднимайся, 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 иди к маме, посиди. Короче, подружки, все-таки у котенка, да, снова 39. Ну, окей, с одной стороны, хорошо, что почти сколько, 12 часов мы продержались, и вот только сейчас поднималась температура. Ой, да, и кашляю тебя. Бу! Сейчас папа будет отсасывать сопли, и, короче, будем тебя приводить в порядок. Ну, в целом, картинка отличная, да? Один в комбинезоне зимний, другой голый. Котята мои слетки. Тут прямо у нас с вами полный контраст, да? Играем на контрастах, бутики мои слетки. У Грантика все нормально. Грантик поспал. Носки у нас были на руках. Да? Скажи, что ручки не мерзли. Короче, да, сейчас будем малыша приводить в порядок. Я сейчас буду звонить в болтмет, ругаться. Ну, понятно, не на болтмет, а на хеликс, потому что наши ПЦР-тесты до сих пор, блин, не готовы. Ну, когда же? Хотя я не знаю, что я там планирую увидеть, но я, наверное, хочу увидеть действительно подтверждение того, что у нас ковид, чтобы уже угомониться, хотя в этом смысла особо никакого нет, ну, ладно. Я вот исключительно. Да? Да ты уча, мать. Мне надо и хоть ты тресни. Правильно? Правильно. Мама попсоки, да, классный, не забирай телефон. Ну, и тебя ты отнимаешь у мамы телефон, а то мамы телефонный, да прочим. Бета. Давай, дуй. Дуй скорее. Давай еще дуй. Из жаропонижающих мы ребенку даем сейчас эвуклины нер, потому что Нурофен отдельно в последний раз ничего не сделал и температуру нам не понизил никоим образом. И, следовательно, сейчас мы даем комбинированный этот препарат, там и парацетамол, и нурофен. Я надеюсь, что эффект нурофена как раз таки, который снимает воспаление, он будет действовать, жаропонижение уже от парацетамола. Вот, помимо этого, виброцилл в нос, ну, и, в общем, все, что может ребенку помочь дышать, особенно ночью. Я, конечно, сейчас на него смотрю и прям с ужасом жду ночь, потому что понимаю, что ему тяжко будет и заснуть, и спать. Ну, в общем, будем стараться, да, сделать так, чтобы тебе было комфортно. Ой, ну ты вот прям капризуля. Сразу видно, что температура поднимается, потому что ты гиперкапризный у меня малыш. Так, а ты, второй малыш, кто щеку себе опять расцарапал? Ну, кто щеку себе расцарапал? Давай, давай, снимай. Иди-ка-ди-ка-ди-ка-ди-ка-ди-ка. А вставать-то я зачем? Куда собрался? Мелочь позатая. Ну, что ты с лицом сделал? Ну, в общем, короче, у нас тут поле боя. Так, позвонил мне только что болтмет и сказал, что результаты наши готовы, мне их выслали. Сейчас будем смотреть. Так, ПЦР-тест. результаты Рэма положительные. Так, и второй, это, очевидно, мой. Здрасте, приехали, отлично. Ну, что, подружки, этого, наверное, следовало ожидать, и на самом деле, я как-то, какие-то такие странные у меня чувства по этому поводу. Понятное дело, что, наверное, я надеялась, что результаты будут позитивные, по крайней мере, мы тогда, раз, будем знать, что с нами происходит, наверняка, то есть, будет подтвержденный тест, и все, и нам уже вопросов не будет. И второе, мы, по крайней мере, будем как-то более спокойны по поводу того, как мы перенесли ковид, потому что из всех возможных результатов, скажем так, этой болячки, у нас, мне кажется, пока наиболее такой гуманный и спокойный. Вот. в связи с этим, конечно, я сейчас за гранту переживаю, и он мне, я сейчас его взяла, он мне кажется теплым, я думаю, ладно, надо померить ребенку еще раз температуру брать. Надежда, что все-таки у него все будет хорошо. 36,6. Давай, мне второе ушко. 36,9. Ну, вроде все нормально. Плава. Ладно, пойду кормить всех своих мужчин. В общем, завтрашний день, я думаю, принесет вам, я надеюсь, хорошую динамику и уровень с температурой будет все попроще. И буду вам рассказывать, как же мы пережили ночь после того, как появилась надежда, что температура больше не поднимется, но все-таки она вернулась. Короче, увидимся с вами уже в следующем видеоролике. На сегодня это все. Пока.